Слава, Иисусу Христу! Слава! Вы, если желаете, можете задать какие вопросы о душе, о вечности, о жизни, только чтобы ни одного слова плохого не говорили. Не ругаться. Так, то есть материться не стоит, да? Ну вот, пожалуйста, тут я поделюсь с вами богатством своим. Я так понимаю, вы верующий человек? Да, я православный христианин, проповедник и миссионер. И миссионер. Да. Миссионерскую позу, знаете? Мы прошли сто... Может, какие вопросы духовные о душе, о спасении, о вечности, о жизни. О жизни. Ничего нету. Ничего нету. Вы знаете, для чего человеку жизнь дана? Нет. Даже не слышали, да? Даже не слышали, да? Чтобы человек искал Бога. Человек искал Бога. И найдя, послужил ему, примирился с Богом, чтобы после смерти был в раю. Коротко сказать. Коротко сказать. Без Бога жизни никакой нет. Без Бога жизни никакой нет. Только одно. Рождение, гниение и смерть. Во славу Божию. Думаешь, у нас Бог есть? Все у нас есть. Большой ресурс в Ютубе. Да? Да. Мы можем назвать. А 14500 роликов. Нормально. А ты думаешь, Бог есть? Да. 32 миллиона просмотров. Это твой Бог? Да. Это моя работа. Блог. Называется в Ютубе «Во свете Библии» название. Только не ругайтесь. Я вам больше расскажу. Чтобы ни одного слова плохого не было. Хорошо. «Во свете Библии» называется. Канал. «Во свете Библии». Да. Сейчас гуглю. Вот зайдите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. И в Ютубе. Кто? Кто? В Ютубе. В Ютубе. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Да, вижу, да. Ну вот, видишь как. Вот такое дело. А если вы напишите «Во свете Библии» и поставите слово «сайт», вы зайдете на наш сайт. Это огромный сайт. Там 50 книг аудио мной насчитанных. Архипелаг, ГУЛАГ, Библия. Вы это все увидите. Фильмы о нас снятые, которые, книги мои, там 38 томов. Мы деревню православную строим. Повсюду покаяться и жить для Бога, ибо время пришествия Христова приближается. Вот мы пришли в это место, в это ущелье тьмы и мрака, блуда и пьянства, сквернословия и зависти. И говорим людям о Боге, что Христос умер за наши грехи и ждет нашего покаяния. Чтобы мы жили для Бога. Если есть какие вопросы, можете задать. А я поделюсь с вами сокровищем своим. Вы поближе микрофон возьмите, чтобы хорошо было слышно. Так, сейчас, минутку. Сейчас. А, брат пришел, я поэтому отвлекся. Мы православные проповедники. О Христе свидетельствуем в этой мрачной темнице, вот в этой рулетке, где тут блуд творят открыто, всякая мерзость. Ну да. Это Содом и Гоморра, который Бог выжигает огнем. И мы пришли рассказать им о вечности от Бога. Вот эта книга, которая нам все это открыла. Библия. Да. Святая Библия. Холи Байбл. Вот если у вас есть какие вопросы о вечности, о душе, о жизни, да мало ли что есть, можете задать вопрос. Да нет, интересно вас послушать пока что. Вы можете на наши ресурсы зайти, я вам пообещал наше сокровище. Называется в Ютубе канал «Во свете Библии». Да, «Во свете Библии». Таких каналов нету. Победа – это над дьяволом. Ты что, Ленин, что ли? Нет, я христианин. А он был изверг рода человеческого. Ты за Ленина, что ли? Да, о всех безбожниках. Они безумные. Написано так в Библии. Вы только не ругайтесь. Только не ругайтесь, плохие слова не говорите. Зачем мне говорить? Я что, ругаюсь, что ли? Я с вами нарушаю. Я спрашиваю, вы что, за Ленина или нет? Я говорю. Я говорю о том, что мы, православные христиане, пришли сюда, вот в эту рулетку, людям рассказать о Боге, о жертве Христовой, что тут они собрались на грех, на блуд, на мерзость. Я тебе хочу сказать, что надо верить в Аллаха, друг мой. Ну? А вот это вот все, то, что ты говоришь, Иисус, там, это все, бред. Бред, да. А вы читали свою книгу, Коран-то, Хатрас? Я читал, друг мой. Ну, а там про Иисус. Я и Библию читал, я и Тору читал. Ну, хорошо. Как же вы можете говорить бред, когда в Коране... Коран, брат мой. Это продолжение Библии. Обожите, в Коране что написано про Иисуса? Про Исмаила, про Иису, да. Написано про него, то, что он вернется, что он придется. Ну, а вы говорите ерунда, как вы могли так сказать? Я вам обо Христе говорю, а вы говорите ерунда, как? Сейчас подожди, вот, еще один есть, друг твой. Давай. Опять оторвался, надо будет делать. Так что вы необдуманные слова говорили. И в Ленина верит он. Так, не надо обмануть, я верю во Христа Спасителя. А Ленин, он... Да, а что ты тогда тут делаешь? Людям говорим о Христе, только не ругаться, чтобы ни одного слова не говори плохого. Мы говорим людям о Христе, о спасении. Что Христос умер за наши грехи. А люди живут здесь, собрались за греха. Блудят открыто, безобразничают. Голая половина людей. И процентов 80 мусульмане. Пришли сюда-то зачем они? Для добрых дел, что ли? Ну, ты скажешь, ты Ленин, а у вас... Я сказал, Ленин, это... Самый великий преступник. Страшнее Гитлера сто раз. Ну, ты что ругаешься? Я не ругаюсь, я даю характеристику. Ты что, Гитлеры вышли? Мы пришли, православные христиане, говорим о Христе. Чтобы люди не творили грех, покаялись. Жили с Богом. Что ты такое... Можно я вам задам вопрос? Только без руганий, чтобы ни одного плохого слова не было от вас. Хорошо. А вы считаете... Вы слышите, что я сказал? Чтобы ни одного слова плохого не было сказано. Да. Хорошо, хорошо. Все, пожалуйста, говорите. Пошел нахуй. Чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, как жить надо. Чтобы после смерти в аду не оказаться. Это не получится. Ну, рассказывай. Я вам уже рассказываю. Только чтобы ни одного слова плохого не было сказано. Сможете удержаться? Сможем. И там, кто рядом с вами, на кого смотрите. Чтобы они ни одного плохого слова не говорили. Слава народу, пожалуйста. Вы знаете, для чего человек живет на земле? Для чего? Ну, а кто говорит, пусть покажется. Мы поговорим с ним. Сядьте рядом. Для чего человек живет на земле? Чтобы искали Бога и, найдя, примирились с Богом. Через жертву Иисуса Христа. И жили по Его святым заповедям. Вы что-нибудь знаете о цели жизни человека? Для чего человек живет? Я бы сказал про молчу. А вы можете разговаривать, чтобы ни одного слова скверного не сказать? Ни одного матерка? Не. Не можете, да? Не. Ну, это плохо, конечно. Очень. Всегда хорошо, и дела идут благополучно. Когда Бог с тобою. Вот, 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 правильно. Откуда будешь день? Город Барнаул, Алтайский край. Понятно, понятно. Ай, погружите. С Дагестана вам огромный привет. Спаси, Христос. Спаси. С Богом. Борода, дед, во, у тебя. У вас вопросов нету по спасению? Не понял. О спасении души у вас вопросов нету ко мне? Что, вы спасаете души? Да, как душу спасти, чтобы она в раю была после смерти? Вы души спасаете? Бог спасает. Как, путь какой знать? Знать путь. Ну, ислам вам надо принимать, дедушка. Ислам надо принимать вам. Да вот ислам-то как раз и не надо нам принимать. Потому что там Христа нету. Христос умер за нас. А у вас он не умер. Он спаситель. У нас пророк Мухаммад. А он не умер. Да, Ислам на первом месте. Да, правильно, правильно, правильно. 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 Но он-то не умер за грехи людей. Аллахамду лиллах, дедушка. Аллахамду лиллах. Иисус Акбар. Иисус Акбар. Ну, слушай внимательно. Только что плохие слова никто не говорил. Вы повыше поднимите голову, чтобы я вас видел. Повыше, вот так. Давай. Вот так. Ну, хотя так. Морщите. Слушай внимательно. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Это самая главная молитва. Еще прощитать? Да, 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 скажи так. Да. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святы, посети и ссыли немощи наше имени Твоего ради. Аллилуйя. Еще прощитать? Я скажу до свидания. Мне нужно идти на урок. До свидания. Мне нужно идти на урок. Ну ладно, с Богом, давай. Вот, Господу нашему Богу слава. Бразилия встретилась сегодня первый раз. Мы молимся Богу, кланяемся. Мы православные. Ортодокс. 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 Ортодокс? Да. Да. А вы католик? Я католик. Спасибо. Ага. Спасибо большое. Спасибо большое. Обригаду и спасибо. Think about Jesus Christ. Always think about Jesus Christ. Обожаю. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. И спасибо, обригаду. Аллилуйя. Аллилуйя. Какие вопросы, может быть, о божественном, о душе побеседовать? Нет, спасибо. У меня с Богом все в порядке. Вы верующая, да? Не особо. Ну а как все хорошо? Если все хорошо, значит, с Богом должна быть установлена связь. Покаяние принести. Чтобы никого на зло не навести. Зачем? Так вот, зачем люди пришли в эту рулетку-то? Тут грешат открыто. Развратничают. Что попало делается? Мужчина, половина голая лежат. Никому не нужная, выброшенная. Очень грустно, да. Ну вот так. Когда человек не молится Богу-то, он дуреть начинает. Сатана его мучает. У нас есть такая книга, по которой мы учимся и занимаемся. Вот смотрите. У вас, может, какие вопросы есть о спасении, о душе, о жизни? Я постараюсь вам ответить. Добро тебе нет. Добро тебе нет. А вы знаете, что... А вы молитесь Богу? Нет. Совсем не молитесь? Нет. Да как же так это? Разве можно так? Вы же получаете от Бога землю, а ходите по ней, свет, пищу. Это все же божественно. Да хотя бы слово благодарности сказать. А вы знаете, что Христос приходил на землю и умер за грехи людей? Да. И вот веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть он навечно с сатаной и будет в озере огненном гореть в огне. А верующие будут со Христом в раю. Ну, я не верю во все это. Извините. Ну, с Богом. Ладно. Какая церковь там? А? Какая церковь? Православная. Православная? Ну, слава Богу. А вас как зовут такой, чтобы за имя молился? Да и мы молимся и сами. Зачем вас утруждать? Вы нас не знаете. Вы можете зайти на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». Запишите. Давайте. А как это? Во свете Библии. Вот. Во свете? Во свете. Свет Библии. Вот он. Смотри. В ее свете. Во. Во. Во свете Библии. А. Ну. Ну, запиши. 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 Я даже... А, ой. Ой. Внутри стихи. Я вас нашел. И дальше запиши. Игнатий Лапкин. Как? Игнатий. Я вас уже нашел, ваш канал. Вот. А кроме того, я дальше скажу. Если у вас будет желание встретиться, запишите мою фамилию и имя. Игнатий Лапкин. Хорошо. И вы в скайпе. А ничего. Вы в скайпе, если зайдете, зарядите, Игнатий Лапкин, вы на меня сразу выйдете. Но только напишите, что мы здесь в рулетке встречались. А что в скайпе делаете именно, ну, если вас это найти? Вот. А если напишите во свете Библии, и не YouTube, а скайп, это сайт, вы зайдете на наш сайт. Там 50 книг моим голосом насчитано. 38 томов моих книг вы найдете там. 38 томов. А как найти еще раз? Во свете Библии сайт добавить. Не YouTube, а сайт. Сайт. Это такая система. Сайт. А что? Во. А если зарядите во свете Библии форум, найдете форум. А на форуме 1600 тем. У вас, если вопросы есть, можете задать. Только не ругаться. Хорошо. А вопросы про что задавайте? Как, ну, вообще? О душе, о вечности, о жизни, как правильно жить. А что-нибудь такое? Ну, я понял. Хорошо. Ну, любой вопрос задавайте. Я 56 лет несу это слово. А вам сколько лет? А как ты думаешь, сколько, глядя на меня? Я бы дал от 70 или сколько? Правильно. Ты молодец. 80. Почти что угадал. Ну, от 70. А вот если вы зайдете на наш сайт, то на первой странице там написана книга для слова Божия нет уз. Это про меня том. Том целый написан, там два священника пишут. И ты увидишь, как мне пришлось за слово Божие страдать, пройти пять тюрем, 26 лет мучений. Ты найдешь там все. Государственные фильмы о нас снятые, которые заняли первое место на международном киноконкурсе. Понятно. Мы строим православную деревню. Поселиться может, когда поговорим, чтобы он доказал, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это первая, единственная деревня на всю Россию сегодня. Понял. Хорошо. Буду знать. Надо будет, позвоню. А если речь идет о детях, там отдыхают, то я начальник детского лагеря был, 45 лет. Православный лагерь. Единственный был в Союзе. Тысячи детей подняли без помощи государства. Понятно. Хорошо. Вы все тут найдете. Все. Учитывая, что на ютубе у нас 14,5 тысяч роликов. Вы понимаете, это какое сокровище? Хорошо. Буду знать. Вопросы есть? Нет какие? Нет. Вопросов нет. Ну, с Богом тогда. До свидания. С Богом. До свидания.